24 марта. Встал поздно. Комната не убрана. Мы с детьми убрали. Уже несовестно выносить. В Ниссу Мсье Сеурон рассказывала ужас про Безо. Будирую Таню за письмо Ролстону. Скверно. Надо самому написать. Читал Легге о Доктрин оф Замейн. Удивительно. Приходит Канарской из Козлова. Просит Евангелия. И Веселовский. Перевод Анны Карениной. Написал письмо и дневник. Пошел к Урусову. Хотел зайти к Мельницкому. Неопределенность желаний. И потому неискренность. И потому бессилие. Как удивительно ясно и сильно выражение Лаоцы. Что небо производит и все и могущественно. Потому что оно всегда искренне. У Урусовой видел Иванову. Письмо Леонида. Они серьезно живут. Мало быстроты ума. Но искренность. И потому сила. Споры с Тургенева с Урусовым. И Михайловского с Чертковым. В которых последние безусилия с состраданием оставались победителями. После обеда воздержанного. Пошел за колодками и товаром. Начал сшить один. Пришел у Урусов. И просидел до трех с половиной часов. Я очень устал. Знания, ум огромные. Но так ложно направлены. Точно злой дух очертил от него всю плодотворную область. Мысли. И запретил ее. Нужны силы и в области. И это хорошо. Он бессознательно держится истины. И верит, чтобы иметь досуг работать в своей области. День прошел довольно хорошо. Ничего не было упречного. Забыл. У колодечника спор о заработках в городе. Неясность и неискренность при торговле в лавке с товаром. Оба нехороши поступка. 25 марта. Встал в 12. Комната не убрана. Я один убрал. Купец с деньгами. Я чуть было не сказал неприятного. Танек с книгой вопросов. Я воспользовался случаем написать правду. Иду в банк. И, может быть, к Самарину. Зашел в библейскую лавку. Чеславился своим знанием в разговоре. У Самарина хорошо. Забыл о здоровье ее. Обедал дома. Дети очень шумели весело. Глупо. Хорошо. Лег. Пришел сапожник. Хорошо работал. Неопределенно отнесся к написанному у Тани в тетради. Поправлял. Итого три. Если не забыл. Да, с Костенькой заспорили о царе Константине. Двадцать шестое марта. Встал в одиннадцать, убрал. Недоволен своей жизнью, и упреки поднимались. Читал отечественные записки. Психические явления должны войти в круговорот жизни. Разумеется. Но не через это они сделаются нам известны. Только регулируемые они могут быть тем, что мы поймем их связь с круговоротом жизни. Они – известное. Самое известное. То известное, которое нам необходимо признавать известным для решения вопросом круговорота жизни. Все круговорот – правда. Но есть начало движения и есть начало косности. Глядя на мир, я должен признать силу и материю. Стараясь же определить и то, и другое, я прихожу к метафизическому представлению начала того и другого, непостижимой начальной силы и непостижимого вещества. Я пришел к этой бессмыслице только потому, что я не признал известного себя, который есть начальная непостижимая сила и непостижимое вещество. Вещество и сила соприкасаются с непостижимым, но не где-то там, в бесконечном пространстве и времени, а во времени, а во мне самом. Я – сознающая себя сила и сознающая себя вещество, и потому только и вижу круговорот силы и вещества. Неясно. Ходил переменить подошвы. После обеда сел за работу, напился чая, почитал еврейское Евангелие семь глав и спать. Страшно сказать, но с трудом могу найти себе упреки в злости. В душе поднимается, но помню, так вчера в разговоре о богатстве с Соней. 27 марта Проснулся в 8. Хотел заснуть и заснул до 11. Книжка Голохстванова против Энгельгарта. Кое-что хорошо, но как ужасна полемическая злость. Это урок для меня, и мне противна злость моей последней. Надо бы написать тоже понятно и коротко. Мое хорошее нравственное состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и главное Лао Ци. Надо себе составить круг чтения. Эпиктет, Маракаврелий, Лао Ци, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и для всех бы нужно. Это не молитва, а причащение. Поехал верхом в Петровскую академию, Иванюкова уезжала. Я поговорил немного и остался с женой Янжело. Хорошая беседа о необходимости труда для детей. Приехал поздно. После обеда сел за работу, но не мог без Дмитрия. Пришел Гуревич. Говорил с ним лишнее, праздное. Надо было раньше отпустить его. Потом пошел и напрасно зашел к Усову и просидел до часу. Праздный, густой и непрямой. Нечестный разговор. Пересуды. Выставление своих знаний и остроумие. Я во всем принимал участие и вышел с чувством стыда. Дома тоже нехорошо. Стыдно. Письмо от Черткова с милым письмом Шпенгелера. Все это старое. Не спал до пятого часа. Двадцать восьмое марта. Встал поздно. Читал статью Гуревича. Дурно написано. Тон иммигранта развязный и неясный. Интересное изменение мира созерцания еврея. Да, применять синагогу стал мудом на гимназию с грамматикой невыгодно. Кажущаяся выгода только в том, что в гимназии университете ни во что не верят. Делаешься свободным от всего. Но это ненадолго приятно. Все равно, как снять платье зимой. В первую минуту покажется легче. Не покидает чувство стыда. Снес Усову пояс. После обеда сходил к сапожнику. Как светло и нравственно изящно в его грязном темном угле. Он с мальчиком работает, жена кормит. Пошел к Сереже брату. Там не дослушал Костеньку. Раздражил его. С Таней шел домой и молчал. Тяжело мне было молчание. Так далека она от меня. И говорить я еще не умею. Да, за обедом Сережа грубо-сердито заговорил. Я сказал ему с иронией. Вечер начал шить. Пришел сапожник. Потом пришли Маликов и Арфана. Я бы мог быть лучше. Надо было молчать. Как это просто и трудно. Пришел Сережа брат. С ним хорошо говорили. Письмо прекрасное от Черткова. Да, в разговоре с Арфана я сказал, вы не знаете моего бога, а я знаю вашего. Это оскорбило. 29 марта. Уборка становится приятной и привычной. Пришел Александр Петрович. Я был очень рад и хорошо. Он говорит, что перенес много нужды в самое тяжелое время зимой. И что же? Он бодр здоров. И узнал, общаясь с ними добрых людей. Узнал самое важное то, что есть добро в людях. Читал Агасфера. Плохо. Но мысль хорошую, но не новую. Нанизан поэтический набор. Поехал верхом. Очень не в духе был за обедом, но держался. Стал шить. Все сломал и пришел Орлов. Рассказ его о смерти Ишутина и Успенского. Ишутина приговорили к смерти, надели мешок, петлю, и потом он очнулся, он говорит, у Христа в объятиях. Христос снял с него петлю и взял его к себе. Он прожил 20 лет на каторге, все раздавая другим, и все жил с Христом и умер. Он говорил, умирая, я переменю платье. И Лао Цзи назвал философии юродивого, ночевал. Как мне весело было ему стелить постель. Сережа брат был, можно было мягче с ним. Утром внизу, как будто задирал жену и Таню за то, что жизнь у них дурна, тщеславился в душе тем, что ставил горшок Орлову, написал письмо Черткову. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok